Добрый вечер, дорогое собрание! Слава и благодарение нашему Дебестному Отцу за то, что мы снова могли прийти в Дом Божий на поклонение нашему Богу. Я всегда говорю о том, что я не хочу говорить громко, что у нас будет проповедь, я хочу сказать, что у нас будет размышление над Словом Божиим, потому что в Священном Писании есть много историй, повествований. Когда их начинаешь... Лично я для себя открыл очень много новой, когда мне предложили, так сказать, поразмышлять в один из вечеров пятницы. Когда я нашел готовиться к этой теме, я для себя нашел очень-очень многое. Кажется, я читал эту историю, но никогда не заострял внимание на том, что Бог хочет через определенную Личность, имя которой записано в Среднице Священного Писания, с чем Он хочет обратиться к каждому из нас. Я беру небольшой отрывок, который записан во 2 Паралепименон, 14 глава, с 1 и ниже стихи. И высорился Аса, сын Авия, вместо него. В одни его покоилась земля десять лет, и делал Аса добрый и угодный в очах Господа Бога своего. И отверг он жертвенники, богов чужих, и высоты разбил, и разбил статуи, и вырубил посвященные деревья. И повелел иудеям взыскать Господа Бога отцов своих, и исполняя закон его и заповеди его. И отменил он во всех городах иудеиных высоты и статуи солнца, и спокойно было при нем царство. И построил он укрепленные города в Иудее, ибо спокойна была земля, и не было у него войны в те годы, так как Господь дал покой ему. Вы знаете, что практически мы как-то привыкли говорить о царях таких, которые были первые цари, как о Сауле, о Соломоне, о Давиде, во время которых израильский народ почивал на лаврах, Бог был с ними. Но вот продолжение Священного Писания говорит о том, что были и другие цари, которые также были послушны Богу. У меня такая тема, я даже не просил, что вывели на экран, от веры к неверию. Вы понимаете, что человек способен на те поступки, которые его или приближают к Богу, или удаляют от Бога. Те стихи, что я прочитал, как-то, знаете, не связываются с тем, от веры к неверию. Все прекрасно. Он царствовал, приводил людей к Богу, восстанавливал царство, восстановил жертвенник, и делал угодные в очах Божьих. Что сказал историк Древнего Израиля и того же Рима? Иосиф Лавий, он был историк, военачальник, писал об Асе такие слова. «Аса был превосходным и богобоязненным человеком, и Бог покровительствовал ему». Кто же был этот человек, что ему посвящено несколько глав из Священного Писания? Вы знаете, я люблю исторические моменты в Библии. Они действительно помогают нам увидеть богатую историю израильского народа. Это был третий царь Иудейского царства, после того, как Иудея и Израиль разделились. Он был пятым царем дома Давидова. Он был правнук Соломона, праправнук Давида, А также он входит в родословную Иисуса Христа. Вы хотели бы быть на месте не царя, а этого человека? Какая родословная? Какие возможности для того, чтобы посвятить себя на служение Богу? Елена Уайт в книге «Свидетельство для церкви» пишет такие слова. «Миру нужны люди, которые основательно бы знали Священное Писание, мужи, каждое слово и дело которых возвышало бы закон и Еговы, мужи, которые укрепляли бы веру». Эти слова были сказаны намного позже того, как царь Асия был на этой земле. Но он, как бы зная о своих возможностях, о своем долге перед своим народом, делал то, что он делал. А он знал закон Божий, хотел, чтобы народ поступал по закону Божьему, и он укреплял веру в своих соотечественников. Что интересно, я для себя нашел, что Аса, слово Аса, имя Аса, буквально переводится как «врач». Вы знаете, он своего рода был врачом для своего народа. А что делает врач? Лечит. А что делает хирург? Отрезает то, что считает, что для человека, если его оставить, может быть опасно для жизни человека. Он стал царем в не очень благоприятное время. То духовное состояние, в котором находился народ, не радовало молодого царя. Хотя он парадословный был из колена Давидова, но все цари, которые... Здесь даже можно взять и Соломона, и Давида, и Авию, все они, как говорят, хорошо начинали, но не очень хорошо заканчивали. Дело в том, что мы часто говорим о том, что на нашей... Мы как бы закругляем это, говорим, что на нашей планете идёт великая борьба между добром и злом. И мы являемся этим камнем преткновения, или это за что борются добро и зло. Был такой один писатель, Фёдор Достоевский, и он написал такую книгу «Братья Карамазовы». Он такие слова пишет там, как бы подтверждает. Многие даже ссылаются на его труды. Я нашёл такое интересное высказывание. Он говорит, что дьявол с Богом борется о поле битвы сердца людей. Знаете, именно сердце – источник добра или зла. И, к сожалению, живя на этой земле, мы... или жизнь человека показывает, кому он служит. Отцом царя Асы был царь Авий. Вы знаете, он тоже делал много хороших дел, благоугодных дел. Бог его благословлял. Он тоже многое сделал для иудейского народа. При нём фактически разделилась иудея на Израиль. Он всё делал для того, чтобы всё соединить. Но, несмотря на то, что он многое делал, он многое не делал. Что говорят комментаторы? Его отец Авия вовсе не заслуживал особого покровительства Господа, поскольку предавался идолопоклонству. Мать Асы, её имя было Маху, лично Аса лишил царского достоинства за поклонение божеству Астарте. А что означало? Вы знаете, что во многих народах это было божество, которое в себя воплощало такие качества, как божество войны, сексуальности, охоты, целительства, красоты, власть. И это всё в одном сосуде. Это были языческие. И вот этот молодой человек, получив воспитание в такой семье, оказался не тем, о котором говорит русская пословица. И он как бы переименовал о том, что, знаете, когда говорят, что яблоко от яблони далеко не падает. Но здесь яблоко упало далеко от той яблони, от того света, который он получил в своём доме. Интересное выражение сказал Максим Горький, советский русский писатель. он сказал такое выражение, над которым, знаете, я раньше читал эту книгу, книга на дне, и выдержка из этой книги. Что он пишет? Человек рождается не для того, чтобы стать хуже. Рождается. Но он дальше пишет, человек создан для того, чтобы стать лучше. Мы созданы по образу и подобию Божьему. Когда Бог создал человека, Он что сказал? Всё весьма хорошо. К сожалению, человек сейчас рождается в грехе. И Максим Горький говорит о том, что человек рождается не для того, чтобы стать хуже. Человек создан для того, чтобы стать лучше. И даже будучи воспитан в таком доме идолопоклонства, где мама имела большое влияние на детей, Аса был тем, на кого Бог мог положиться или попробовать решить проблемы иудейского народа. Комментаторы Библии говорят, «Подобно Саулу, Давиду, Соломону, Аса начинает своё правление с огромной верой в Бога. Но со временем всё меньше и меньше у него появляется доверие, и больше он полагается на человеческую силу». Почему так происходит в жизни? Почему Библия пишет не только положительные качества людей, которых мы встречаем, но она пишет и отрицательные? Что интересно говорит Дух Прородства, что если бы Библия только была написана красиво, всё в розовом свете, мы, читая Библию, подумали бы, мы никогда не можем достичь таких высот. Там люди святые. Как часто мы слышим за кафедрой, что когда люди приходят впервые в церковь, думают, да, здесь люди святые сидят. Но приходит время, и они понимают, что люди есть люди. Что написано в книге «Свидетельство для церкви»? «Библия точно рассказывает и поднимает завесу, которая скрывает человеческое сердце. Всё это вошло в Библию для того, чтобы преподать урок последующим поколениям, и видя, как древние боролись и падали и поднимались посредством благодати Божией, это добрый пример для каждого из нас». Мы можем падать. Никто не даёт гарантии, что мы не можем сделать ошибки. Вы знаете, почему царь Давид был человеком по сердцу Божьему? Да, у него жизнь была не идеальная. Он даже не мог, он всё собрал, он всё подготовил для строительства храма, но он этого сделать не мог. Это сделал его сын. Но чем, почему царь Давид был человеком по сердцу Бога? Он падал, он грешил, но где-то сам, где-то по совету пророков он понимал, что он делает неправильно. Он обращался к Богу. Был пост, была молитва. Он понимал, что он без Бога ничто. Я хотел бы в этой истории о царе Аси подметить четыре основные как бы, знаете, лестницы сначала поднимаются вверх, потом спускаясь вниз, знаете. И вот четыре момента или события, которые произошли в жизни царя Аси, которые показывают, как нам не сделать что-то подобное. Мы не имеем тех возможностей, которые имел царь Аси. Мы не цари, мы обыкновенные люди, но каждый может грешить по мере своих возможностей. У него было больше возможностей, у нас меньше возможностей, но мы все люди. Аси проводит масштабную реформу, которая была вызвана отступничеством Соломона, Раваама, Авии. А именно, он изгоняет блудников, уничтожает идолов, сжигая священные рощи, призывает народ взыскать Господа. И Священное Писание говорит, что он имеет успех. Господь видит его ревение, Господь его благословляет и дает мир на десять лет. Я когда так думал, ну что такое десять лет? Ну что это, период что ли, знаете, для вечности это мгновение. Но вы знаете, чтобы когда-то какое-то царство было в мире в течение десяти лет, в то время, когда царь Аса царствовал, это было чудо. потому потому что все хотели завоевать, обокрасть, захватить, и чтобы десять лет было мира. А я так думал, ну что такое десять лет? Но десять лет это Божья благодать. Приходит время, и Зарай Ефиоплянин, вы знаете, имя Ефиоплянин сразу как будто кажется, что с Эфиопией. Но дело в том, что родословно я зашел и посмотрел родословную вот эту военачальника, он египтянин. А египтяне после того, как израильский народ вышел из египетского плена, они старались сделать все возможное, чтобы унизить, обобрать и что-то сделать, какую-то пакость для этого народа. И вот он с большим войском выступил против Асы. Не только Асы, но всего Иудейского Царства. Вы знаете, Священное Писание говорит о том, что этот Зараев Ефиоплянин собрал войско, написано тысячи тысяч. В других источниках многие комментаторы говорят о том, что его войско составляло миллион человек. Я так начал раскладывать арифматически, какая армия сейчас в современном мире может похвастаться, что у него миллионная армия. Какое государство может похвастаться, что у него миллионная армия. Россия, Китай, Америка, Северная Корея. Но это то время, то время. Вы знаете, честно, я позвонил нашему историку, брату Артуру, я говорю, слушай, Артур, здесь нет ошибок. Он говорит, в Библии как написано? Я говорю, тысячи тысяч. Но дальше не в комментариях, а в Библии написано, что у Асы было войско 300 тысяч человек, а колено Вианимина было 280 тысяч. Почти уже набирается 600 тысяч. Так что здесь действительно было собрано огромное войско. И вот себе представьте, эти пешие и плюс 300 колесниц. 300 колесниц. Многие говорят 300 тысяч, но это не доказано. 300 колесниц, это мало или много? Вы знаете, колесницы это танки того периода. Я посмотрел, на что они были похожи, сколько там лошадей было впряжено, какие там были колеса, на колесах были мечи, которые он ехал просто, знаете, как прорезало как нож масло толпу солдат. Он выступил против Асы и иудеев. В то время был пророк Азария. Он обращался к царю, он говорил о том, что нужно просить у Бога помощи. Аса понимает, что без Бога он ничего. Он взывает к Богу и говорит такие интересные слова. Ты сам сразись за Иудею. Бог вступается и побеждает. В Священном Писании в 15 главе описана вот эта вся победа, сколько они захватили, сколько добра было, сколько всего, животных, все это было. И Аса понимает, что это все благодаря помощи Небесного Отца. Я снова многие историки, комментаторы Библии говорят о том, когда заходит разговор о добыче, как написано в Библии, добыча весьма богатая. Говорят о том, что царь Аса вернул, когда победил вот эту эфиопского военачальника, те богатства, которые израильский народ собрал у египтян, когда они выходили из египетского плена. А эти богатства были собраны недавно пастор говорит Иосифом, он рассказал эту историю Иосифом от продажи хлеба во время голода. Понимаете, честно, я скажу, это мнение неподтвержденное, я говорю, это как не то, что исторический факт, то, что говорят комментаторы Библии. Я не буду говорить, что это действительно было так, но написано, что добыча весьма большая. Но если так и разобрать вот эту цепочку, все то, что творится под руководством Бога, был голод, Иосиф проявил мудрость, собрал столько хлеба, продал столько хлеба, собрал много денег, израильский народ выходил не с пустыми руками, помните, как они вышли оттуда. И вот это богатство передавалось из рук в руки. Может, они правы, но я не нашел нигде подтверждений. И Артур сказал, ты скажи вот этот момент, но скажи о том, что подтверждений нету, пусть это будет как гипотеза. Это мнения людей, к сожалению, не подтвержденные. Но что самое главное? Главное то, что Бог всегда вступается за своих детей. Запомните, Бог всегда вступается за своих детей. И видя те благословения, которые Бог излил на Асу, на народ, то богатство, которое получает, реформы продолжаются. Вы знаете, когда у человека всё получается, есть такое выражение, с него аж прёт, он не может, понимаете? Он хочет делать, хочет делать. Аса восстанавливает жертвенник в Иерусалимском храме, собирает иудеев. Что интересно, уже израильтяне, которые были практически родными братьями, но которые жили отдельно, которые не хотели, у них была вражда, они начали приходить на поклонение в Иудею. И Аса говорил, чтобы они заключили завес с Богом и искали его всем сердцем и всею душою. Вы знаете, высокий полёт, но после высокого полёта бывают и больные падения. Царь Израиля Васа, это как родные братья, но не поладили, ревнует о благополучии своего соседа, решает укрепить город Раму. Рама имеет два перевода, или как гора, или как идол. чтобы лишить Иудею связей, торговли и всего благополучия. Он просто видит, что войн нету, никто не нападает на Иудею, люди живут в благополучии, его подчинённые или его члены его царства приходят в Иудею на поклонение, говорят, что это царь хороший. Ну, как же так допустить? И вот он решил укрепить, построить этот город Раму. В тот момент, когда раньше Аса обращался к Богу, и Бог приходил на помощь, пришёл момент, когда у Асы появляется кризис в его вере. Вместо того, чтобы положиться на Бога, берёт много золота, серебра из сокровищенцы храма, наверное, те, которые он и собрал, когда победил, с помощью Бога победил эфиоплянина, военачальника, и даёт, дарит сирийскому царю врагу по жизни, врагу по жизни, в знак дружбы и заключения мира против израильского царя Васы. Он не обратился к Богу, он не просил у Бога помощи. Я думаю, что Бог решил бы эту проблему. Это не такая была проблема, как с той миллионной армией. Бог решил бы, но Аса понадеялся на себя и на своих друзей. Дружба удалась. Сирийский царь нашел с тыла воевать, царь Израиля увидел такие проблемы, бросил этот недостроенный город, бросил материалы, бросил всё то, что они приготовили для строительства этой крепости и вернулся в свои родные места. А Соснова разбогател, стройматериалы есть, песок есть, что там ещё было что-то, всё забрали и написано, написано, написание говорит о том, что они это всё использовали в строительстве своих домов, там всё, что они имели. Дружба удалась, как я говорю. Он как будто бы победил, как будто бы проявил мудрость, но это было неугодно Богу. И в жизни пророка Асы было несколько пророков. И вот пророк Анания обращается, это был Божий пророк, он обращается к Асе и упрекает его в том, что он полагается больше на людей, чем на Бога. Вы помните историю, если вы помните, Аса прислушался к пророку? Нет, он не прислушался. Он разгневался, и пророк Божий оказался в темнице. За то, что ты говоришь правду, но эта правда мне не подходит, твое место там. Там можешь говорить сколько ты хочешь. Сколько ты хочешь. И вот, как я говорил о том, что был подъем в жизни Асы, сейчас падение в жизни Асы, это были первые ступеньки. Он 35 лет царствовал, имея успех, имея благословение, имея помощь от Бога. Вы знаете, что даже в этом моменте, когда он так поступил с пророком Божиим, Бог мог бы снова и снова приходить на помощь к Асе. Потому что народ Божий не зависит от царей, не зависит от военачальников, но Бог говорит, я не оставлю своих детей. И вот на 39 году правления у царя сильно начали болеть ноги. Мы знаем много историй из Священного Писания, что люди иногда большие деньги тратят на лечение, и только когда уже безвыходное положение, они обращаются к Богу. Аса, зная характер Божий, зная сколько много добра сделал он ему и его людям, не обратился к Богу. Он обратился к врачам. Врач обращается к врачам. Вы можете сказать, а что плохого? Что плохого в том, что человек обращается к врачам? И вот комментаторы Библии говорят, что врачи того времени имели очень мало медицинских знаний и которые больше походили в своем лечении на чародеев и на предсказателей судьбы. Аса знал, что такое идолопоклонство. Он знал, как происходят эти ритуалы лечения. Вы знаете, я открыл, как проходили в Вавилоне, как проходили лечения, что там заставляли делать, что там заставляли кушать, и сушеные лягушки, и все, я не знаю, это не тот аспирин, который сейчас в настоящее время и остальные таблетки, которые то пьешь и не знаешь, что пьешь, а то вообще было там настойки, на чем. и что интересно, что действительно, что все врачи, в основном священники, то есть жрецы были врачами. Они так и жертву приносили своим божествам, молились божествам и занимались лечением. Зная это, Аса все равно обратился к врачам. Дух просто говорит, сердце Асы крайне ожесточилось, опасная болезнь не вразумила его и не обратила его сердце к Богу, и умер Аса на 41-м году своего правления. Вот вам от веры и как сейчас от веры к неверию. Имея такую веру, доказанную веру упасть. Мы говорим, но как так получается в жизни человека? Вы знаете, что мы далеко не ушли. Если мы так положа руку на сердце и проверим свою жизнь, мы тоже часто проявляем маловерие, хотя мы знаем о том, что нужно обращаться к Богу. Аса имел много побед. Он был прекрасным царем. на страницах Священного Писания только есть несколько стихов, где написано о том, как он падал. А как он поднимался, много стихов. Это и в книге Царств, и в книге Парелепименон, и везде он упоминается как муж веры, который сделал многое для того, чтобы люди узнали о Боге. И некто сказал по этому поводу такие слова. Наши старые победы не говорят о том, что мы всегда будем победителями. Аса больше 35 лет шел за Богом, но когда он остановился, то потерял его из виду. Не останавливайтесь и не считайте себя уже достигшими. вы знаете, что я почему говорю о том, что вот эти, когда мы собираемся в Доме Божьем, вот эти размышления, они что-то открывают нам новое и показывают нам, что мы можем упасть там, где мы даже и не думаем. Что мы можем сделать ошибку там, где кажется, мы были уверены, что никогда ее сделать не сможем. Или мы не такие, которые лучше тех, которые рядом с нами. Есть такой писатель, или был такой писатель, он харьковский писатель, это Баптист, Беличенко Василий Максимович, он написал сборник стихов под Сенью Всевышнего. Вы можете найти. Однажды этот стих, кажется, читали здесь в церкви, кто-то читал. Я взял только последний, там есть много, можно было бы найти, но вы попробуйте найти этот стих, прочитаю там семь куплетов. А для каждого из нас, как бы такое в помощь или в поддержку, я взял последний куплет, где он говорит, а путь еще не завершен, и каждый это помнить должен, мы начинали хорошо, давайте хорошо продолжим. Очень интересный стих, я просто не то, что сейчас не имею его, чтобы прочитать, знаете, этот стих уже переделали, в Молдавии есть один писатель, тоже христианин по Песку, он добавил больше, там уже где-то 15 куплетов, но именно вот это в книге сборник стихов под стене Всевышнего, там семь куплетов, но конец и в того, и в того, что путь еще не завершен, и если мы хорошо начинали, а вспомните, как вы начинали, когда узнали о Боге, помните, да, ностальгия, как все сердце прыгало, хотелось что-то делать, сейчас, к сожалению, мы успокоились, и давайте хорошо продолжим, пусть это будет наставление для каждого из нас. Вот чем я хотел поделиться, если я что-то принес новое, слава Богу, для меня я что-то новое нашел, честно говорю, и исследование Слова Божьего еще никогда не было плохим для нас с вами. Исследуя Писание, мы видим волю нашего Небесного Творца по отношению к каждому из нас. И должны помнить о том, что дьявол ведет борьбу с Богом, он ведет борьбу за каждого из нас, за наше сердце. Мы должны это помнить и должны быть детьми Божьими. Помолимся об этом. Наш дорогой Небесный Отец, мы обращаемся к Тебе. Мы грешные, мы слабые, мы нуждаемся в Твоей помощи, мы нуждаемся в Твоем прощении, мы понимаем, что без Тебя мы ничто. Ты любишь каждого из нас, Ты нашел нас в этом мире, и Ты желаешь, чтобы мы были Твоими детьми, теми, за которых Он умер на Голгосском кресте, за которых Он пролил кровь и желаешь, чтобы не только здесь, но в вечности мы были с Тобой. Прости, Боже, каждого из нас, очисти и помоги нам, изучая Священное Писание, учиться, как у Твоих ног, и быть Твоими детьми, не совершать ошибок, а даже совершая, находить силу и мужество, просить ее прощения. Ты всегда простишь, Ты любишь каждого из нас, и Ты желаешь, чтобы мы были Твоими детьми. Распусти нас миром, и будь с нами. Все это просим через имя Иисуса Христа. Аминь. Субтитры